Всем привет из Нью-Йорка. Сегодня такая тема, что нельзя не высказаться. Спикер Нижней Парлаты Парламента, то есть Ассамблеи штата Нью-Йорк, Каул Хисти вчера в пятницу объявил, что импичмента губернатору Эндрю Клоума не будет. Чем не сильно обрадовал наше население, народ возмущен. То есть собрано огромное количество доказательств его преступной деятельности не только в отношении женщин, но и в отношении того, что он погубил в домах престарелых тысячи и тысячи людей. По скромным подсчетам около пяти тысяч людей погибло из-за его действий. Так вот, он уходит по собственному желанию. Но это не самое страшное. Мы не кровожадные, в общем-то суд Линча для бывшего губернатора не требуем. Но проблема в том, что в результате этих действий он теперь может в 22-м году обратно баллотироваться на пост губернатора. И у него есть очень хорошие шансы, потому что денег у него будет больше, чем у всех остальных. То есть этот коррупционер просто совершенно спокойно обгонит всех своих конкурентов по демократической партии и вылезет вперед. Ну а Нью-Йорк город демократический, и демократы здесь занимают лидирующие места. Достаточно сказать, что у нас в городсовете там из 50, по-моему, двух депутатов всего 4 республиканца. Так что у Квома очень большие шансы обратно в 22-м году сесть в тресло губернатора и издеваться над нами дальше. Это, конечно, позорное решение, но ворон ворону глаз не выклюет. Демократы против своего демократа выступать не будут. Это Трампа они могли гнобить сколько угодно на всех уровнях от Сената, Конгресса и дальше донизу. Поэтому я призываю всех, кто ходит на выборы, а те, кто не ходит, призываю ходить и голосовать. Ребята, голосуйте за республиканцев. Это честные ребята. Сейчас, например, на пост мэра Нью-Йорка избирается господин Слива. Он боец. Он воевал с мафией. Его пытались убить. Что только с ним не делали, но он рвется вперед. Это такой парень в красной кепке, в красном берете. И даже если вы демократ, вы имеете право голосовать на основных выборах за любого кандидата. Вы не должны голосовать только за демократа. Поэтому смотрите, думайте, кто придет к власти. Боро-президент Бруклина Эрик Адамс рвется на место мэра Нью-Йорка. Что он сделал в Бруклине? Да ничего. Коррупция как была, так и есть. Он покрывает всех своих собратьев, которых скоро станет у нас в Америке больше и больше. Статистика, по крайней мере, показывает, что белое население уже не в большинстве. Так вот, подумайте, прежде чем идти на выборы, за кого вы собираетесь голосовать. И обязательно пойдите и проголосуйте, отдайте свой выбор. Даже если они мухлюют, то чем больше людей придет и проголосует за нормального кандидата, тем меньше у них шансов намухлевать. Конечно, намухлюют. Но все-таки мы должны показать, кого мы хотим иметь мэром города Нью-Йорка. А в 2022 году, кого мы хотим иметь губернатором штата Нью-Йорк. Не дай бог опять Кулума. Не дай бог. Это будет ужасно. Всем привет. Берегите себя. И помните, что все новости есть на сайте нашдом.юс. Подписывайтесь. Каждый день, днем происходит рассылка всех последних за 24 часа новостей. Это не только новости политики, это и новости развлекательные, это и туризм, это и все-все-все и обо всем. Поэтому подпишитесь, посмотрите, отписаться всегда успеете. Один клик, и вы отписались. Один клик, и вы подписались. Все, что нужно, просто ваш имейл и ваше имя, и желательно город, в котором вы живете, чтобы для статистики мы знали, куда уходят наши новости. Всем привет. Пока. Берегите себя. Хороших выходных.